А вот сейчас диагональ Кантера, диагональный метод Кантера. Я посмотрю на вот такие значения. f первая единица, f вторая от двойки, f третья от тройки и так далее, и так далее, f н. Это диагональ. И это тоже подчислимая функция. Давайте мы ее каким-то образом обозначим. А именно, прям так и напишем. Функция f большое от К, это есть у от К, то есть, другими словами, это есть f катое от К. Вычислимая функция? И сейчас, наверное, вы уже догадались, что я делаю. Я к этой функции добавлю. Я получаю новую функцию. Единица плюс f большое от К. Это вычислимая функция. Можно добавлять единицу. Значит, эта функция, как здесь написано, это есть f с каким-то номером. И вот это равенство выполняется для всех К. Какое, значит, я не могу, какое число К возьми, вот такое равенство выполняется. Отлично. Теперь вспоминаем, что такое f большое. Это f маленькая катое от К. И переписываем это равенство. Сейчас будет совершенно неожиданная штука. Единица плюс f маленькая катое от К. Это и есть f маленькая катое от К для любого числа К. И вот сейчас последний удар. Давайте в это равенство подставим число К равное М. Что получится? Получится простая штука. Здесь будет f маленькая катое от М. Здесь f маленькая катое от М плюс 1. Получилось, что число равно себе плюс 1. Противоречие. На этом, собственно говоря, можно легко заканчивать, потому что если математика нашла противоречия, то после этого, в общем, все. Да. А что, если у нас f маленькая катое неопределенно? Абсолютно верно. Вы, конечно, правы. Потому что противоречия я все-таки не получил. Эта величина, f М на М, будет неопределена. f М на М неопределена. Отлично. Отлично. Вот сейчас я пойду на соседнюю доску и напишу новую функцию f большую. И там противоречие уже получится не стоять. Значит, я... Как написал? Я писал единица плюс f... Не знаю? Вот. Итак, я рассматриваю новую функцию. g большая от k. g большая от k равняется. f k, d от k, если оно определено. Ой, извините, плюс один, конечно. Я забыл, плюс один, самое интересное. Если определено. И пусть это будет, ну, не знаю, что-нибудь. Например, единица, если f, k, d от k не определено. То есть что я делаю? Я беру преподавателя информатики. Он думает, он все знает. Он как посмотрит на программу, там все сразу говорит. И прошу его помочь с определением функции. Преподаватель информатики будет брать k программу. Это не те же программы. Будет брать число k. Ну, то нет число, это не те же формы. Запускать на компьютере. Смотреть, что там происходит. Как там битики-байтики бегают. Что-то пересчитывается. И говорит, зациклится, не зациклится. Есть шансы у нее сработать. Есть шансы сработать. И если он понимает, что не сработает, то в таком случае сразу пишем единицу. А если он понимает, что сработает, то даем ей доработать и пишем вот такое. Вы чтите моменты? Если верить преподавателю информатики. Он умный. Он справится. Вот, замечательно. И если, если он справится, если он такая же логичность внимания, то он ее должен быть номер. И мы делаем все в точности так, как только что делаем. Что это означает? Это означает, что мы говорим, что G это есть на самом деле. F, скажем так. Замечательно. И мы опять вместо карты вставляем M. Смотрите, что тогда у нас будет. У нас тогда здесь будет число F, M, N, N, N. А здесь будет F, M, N, N плюс 1 не подходит. Значит, F, M, N, N должно быть неопределено. Но при этом G у нас одна единица, а F, M, N, N неопределено. И все поняли, на что это приказано? Да нет. Ребята, я намекаю на то, что я только что доказал, что вот это определение приводит к противоречию. Какой кусок этого определения что называется дозрительный? Смотрите, если определено, то это совершенно нормально. Превысили, вот получили точку. А вот это место появляется на самом деле абсолютно нормально. То есть я сейчас доказал, что нет такого преподавателя информатики, нет такого робота, молодого мата, нет такого никого нет на самом деле, никакого нет вычислительного алгоритма, который по работающей программе скажет, она вообще закончена, более-менее быстро, а нельзя оценить время работы программы. То есть вот вам дали программу, ну то есть есть какой-то алгоритм, есть какой-то вход, вам дали программу и спрашивают, сколько надо подождать, и если, ну, что называется, подождем, и она не вычислила, значит никогда не вычислить. Ответ, а это нельзя узнать. Это в принципе нельзя узнать. Потому что, если это можно было узнать, то вы бы здесь сказали, да, почему вы вычисляете это в кадре некоторое время, если не вычислила, то все, пишите единицу и говорите, что оно было на самом деле неопротивленным. Вот этот прием, вот диагональный метод Кантера, является в высшей степени важным в этой науке. То есть, смотрите, мы доказали, что проблема остановки работы вычислительного алгоритма алгоритмически не разрешена. Вот это первая, самая простая задача, которую мы решили. Оказывается, если нам дали, даже заметь, не в общем случае, не ФМН от Кантера, не обязательно, хотя там общая задача не может быть. Если часто в случае задачи не разрешили, то и вся задача не разрешила. Но даже узнать на своем номере программа когда-нибудь остановится или не остановится, даже эта проблема является алгоритмически не лучшим. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok